Всем привет! Меня зовут Таня, и я очень рада, что вы вновь на моём канале. Сегодня, девочки, покажу вам небольшие покупки из магазина Косметик. Есть разочарования и есть хорошие-хорошие находки. Первое, что я хочу вам показать, это умное масло для кутикулы. Масло для оздоровления кутикулы. Вот так выглядит эта коробочка. Там я видела вроде две версии, но я купил оранжевую, и не знаю, почему на неё была скидка. Вообще все товары, которые куплены в этом видео, я покажу вам, они куплены по скидке. Без скидок я в Магнит Косметик ничего не покупаю. Значит, вот такая коробочка, в ней вот такая баночка с розовой жидкостью. Масло могу вам сказать, что мне очень понравилось. В отличие от предыдущего, которое маленькая покупала в Магнит Косметик, то жидкое и не такое питательное, как данное масло. Значит, это тоже масло жидкое, но оно, знаете, я наношу вообще, как я использую данное масло. То есть, я наношу на кутикулу и, в принципе, на весь ноготь, вот так вот обильно. Я жду где-то минуту-полторы, оно немножко либо впитывается, либо подсыхает, и потом начинаю вот так вот втирать в ноготь, втирать в кутикулу, и потом уже жду, когда высохнет это масло. Это масло питательное и хорошо увлажняет, но нужно наслаивать. И, не знаю, есть ли такие масла, которые с первого раза, конечно, всё питают и увлажняют, я не знаю. Но это масло нужно наслаивать. В принципе, оно неплохое за ту сумму, которую оно стоит, по-моему, 70 или 50 рублей, я уже не помню по скидке. Оно неплохое. И здесь в коробочке была вот такая бумажка длинная. На одной стороне на английском, на другой стороне на русском. И здесь, оказывается, несколько масел есть. Масло вечерние мремрозы, масло кукуи, три масла в одном, масло для кутикулы, защитное масло для свежего маникюра и масло чайного дерева. То есть, я так понимаю, что этот производитель выпускает несколько масел для ногтей и не только. Так, как вам сегодняшний мой образ? Я старалась. Следующее, что я купила, я считаю, что это средство нужно в каждом доме. Потому что есть обувь замшевая, есть обувь кожаная. Я люблю замшевую обувь, у меня, как правило, вся замшевая обувь. И в этом году, я не знаю, почему у нас, потому что, может быть, потому что много снега, просто соль сыпят килограммами. Мне уже двое ботинок я испортила белыми полосками от соли, хотя в предыдущие года такого не было. Я не замечала, тем не менее, что у меня была тёмная замшевая обувь. На этой же, в этом же году у меня светлая замшевая обувь и волосы просто от соли неимоверные. Я взяла защиту от воды для кожи замши и текстиля. Эффект жидкой галоши. Защита от соли, продлевает срок службы. И экстра защита, вот такая банка. 20% подарок, идеально для защиты одежды и обуви. В общем, DVD какая-то фирма. Я не знаю, я до этого брала другую фирму, хорошо защищает, но почему-то в этом году я забыла. И тут она по скидке, по-моему, 150 рублей в районе. Я считаю, что это супер, потому что вообще любую обувь надо пшикать, независимо есть дождь, независимо есть снег. Попшикали и, по крайней мере, утешили себя, что обувь ваша защищена. Ну, попшикала, не знаю, буду смотреть, как это. Кто покупал вот такую банку, напишите мне вообще, есть эффект от неё или нет. Поэтому я до этого брала какую-то канадскую фирму, уже не помню. Вот та хорошо защищает, прям вот видно, что такое напыление на замши обуви. Ну, не знаю, как это работает. Следующее, что я взяла, это мыло с Эвгард. Я вообще обожаю мыло с Эвгард в любых проявлениях, и в твёрдом, и в жидком виде. Мне очень нравится, как оно очищает, особенно мыло с лимоном в твёрдом виде. Хорошие запахи у этого мыла, хорошо очищают. Действительно есть антибактериальный эффект. Если попадает на какую-то ранку, то это щипет. Не каждое мыло щипет на ранке. И если у вас есть какой-то прыщик, то это мыло помогает быстрее заживлять данные вообще ранки, прыщики. То есть, явно там есть какой-то антибактериальный эффект. И мне нравится им мыться и умываться летом. Когда у вас тело потеет, очень хорошо это очищает мыло. То есть, прям до скрипа вы чувствуете, что ваше тело очищено, чувствуете, что ваше тело, кожа дышит. И это мыло очень хорошее. Кто ещё не пробовал в наше время мыло с Эвгард, то я вам очень советую попробовать. Если у вас кожа чувствительная, там, по-моему, есть ли чувствительная кожа. Если у вас не чувствительная, но такая нежная, то вот с алоем очень. А есть ещё без всяких добавок. Оно прям сильное, сильнодействующее такое мыло. Оно прям, если щипет, то щипет. Взяла, конечно же, свой любимый шампунь Клер Витап. Тоже шёл по скидке. Я вам уже говорила, что это мой любимый шампунь, от которого у меня нет никакого ни чёса, ни зуда, ничего. Который хорошо очищает волосы, который не сушит обесцвеченные волосы, хорошо их промывает и при этом не утяжеляет какие-то неокрашенные волосы. И вообще всё, волосами всё прекрасно. Не знаю, как по поводу защиты от выпадения волос, но когда я им моюсь, волосы выпадают меньше. Может быть, это за счёт того, что у других шампуней появляется какой-то чёс, и вы постоянно трогаете волосы, и у вас волосы выпадают больше. Может быть, такой эффект. Но не знаю, с чём это связано, хочется верить, что действительно есть какая-то защита от выпадения волос. Следующее, что я купила, это мне нужно было, это скраб для тела. Я взяла Body Spa, солевой скраб с кофем. Скраб с морской солью бережно шлифует кожу, выравнивая структуру эпидермиса. Кофеин, содержащийся в кофе, стимулирует кровообращение, укрепляет сосуды, активизирует клеточный обмен, помогает снять тяжесть в суставах, отёчность, активно борется с целлюлитом. В общем, всё, что нам нужно. Вот такая банка, вот так выглядит. Обычная белая банка. И там скраб вот так выглядит. То есть, он такой полугустой. Вы его набираете на руку и массируете те места, то есть ляшечки, живот, попу, там всё, что нужно промассировать и где это нужно конкретно лично вам. Массируете, желательно, знаете, набирать не на влажную кожу, потому что на влажную этот скраб быстро растворяется. Желательно набирать на сухую кожу, на какую-нибудь мочалку, то есть скрабируете, скрабируете, так активненько, активненько. Не то, что поглаживающим движением, а прям активно, активно. Потом вы выходите из ванны и наносите какой-нибудь жиросжигающий либо крем, либо гель, который с горящим эффектом. Терпите это немножечко всё, и потом у вас просто кожа, как у младенца. Потому что если вы просто нанесёте скраб и просто слегка погладите вашу кожу, никакого эффекта, естественно, нет. Потому что меня поражают люди, которые говорят, что это средство не работает. Конечно, он не будет работать, если вы проскарбируете себя один раз в месяц, и антицеллюлитным скрабом, и целлюлит вас от этого, не исчезнет. Потому что это нужно делать в совокупности с каким-то другим продуктом. Поэтому скраб очень хороший, я уже его попробовал, он такой крупнодисперсный. Но желательно, чтобы он не так быстро растворялся, наносить его на сухую кожу или хотя бы такую подсушенную кожу. Потому что если она сильно мокрая, он прям сразу практически растворяется, и нечем скрабировать тело. Следующее, что я купила, это тоже по скидке, это щётка. Вот такую щёточку взяла в этот раз. Я, знаете, что часто беру зубные щётки. Это у нас биомет, якобы с углём, 2024 щетинки. Не будем пересчитывать, я думаю, и я тут и не пересчитаю их. Написано средней жёсткости, но я предпочитаю, конечно же, жёсткие. Хотя жёсткие противопоказаны девочкам за 30, потому что стирается всё равно зубная эмаль, и желательно пользоваться мягкими щётками. Но мягкими щётками мне не нравится пользоваться, потому что я не чувствую прочищения, очищения зубов. На крайний случай я уже стараюсь пользоваться средней жёсткостью. Щётки неплохие, здесь прямой срез щетины, поэтому они хорошо прочищают. И вот так вот они третью бороздку делают гораздо реже, нежели какие-то другие дешёвые щётки. Так что, девчонки, присмотритесь, кто ищет хорошую, бюджетную, достойную щётку. Следующее, что я взяла в магнит-косметик, это, конечно же, карандаш от Stellar. Вы знаете, что у меня уже есть помада 8, а карандаш я взяла в 15 оттенке. Кто-нибудь видит разницу в оттенках? И я не вижу. Они одного практически оттенка, только помада больше уходит в бежевый, а карандаш больше уходит в розовый. Очень красивый нюд, вот просто реально. Очень красивый нюд. Вот так он выглядит, и такой, знаете, можно ему и увеличивать губы, и всё, что хочешь делать, очень стойкий, очень хороший цвет. Такой, вообще, на каждый день просто цвет. Но у этого карандаша есть небольшой минус, он плохо точится. Я уже у девчонок читала это в отзывах, что он плохо точится. Но, знаете, есть карандаши, которые прокручиваются, но само вот это дерево плохо как бы крутится в стругальном аппарате, да, в точилке. Здесь же отваливается кусками. То есть здесь дерево с какой-то добавкой, и оно прям прокручивается очень тяжело, очень трудно его... У меня стругалка хорошая, качественная, которая все карандаши, даже самые убитые, делает острыми. Но с этим карандашом приходится повозиться. Я не знаю, может быть, мне просто достался такой карандаш по качеству. Но чтобы его наточить, нужно очень сильно постараться. И он много снимает, то есть этого слоя, и карандаш может сломаться. Но карандаш по цвету, вот у меня 15-й, называется он розово-бежевый. Я считаю, что это самый универсальный нюд, которым можно увеличить губы чуть ли не до двух раз. И это будет практически незаметно. Отличный карандаш, девочки, очень стойкий. Потому что я его когда тестировала в магазине, я пришла домой, и у меня полоска осталась, несмотря на то, что я была в перчатках, и помыла руки уже, и всё, что хотите. Хороший карандаш, не сушит губы. И ещё, знаете, такой момент, есть карандаши, которые забиваются вот в морщинки сюда. С этим карандашом же такого не произошло. То есть хороший карандаш можно наносить под помаду. Но я наносила и в чистом виде, его тестировала вот так вот пальцем на все губы. И сверху наносила блеск. Отличный карандаш, всем вам рекомендую. У меня 15-й оттенок. Это у меня оттенок розово-бежевый. И последнее, что я взяла в этот раз, магнит косметик. Я давно смотрела на этот спрей для волос. Вы мне тоже многие рекомендовали какие-то спреи для волос, но на них пока нету скидок. На этот спрей была скидка. Вот так он выглядит. Это у нас от РСММ. Увлажняющий спрей-кондиционер с экстрактами кокоса и алоэ вера. Ноль парабенов, ноль силиконов, ноль красителей. Увлажняет и облегчает расчесывание. Он делает только то, что увлажняет и облегчает расчесывание. Больше он ничего не делает. Он не питает ваши волосы. Он... Не знаю даже. Он ничего не делает. Это отдельный минус. Но самый главный минус этого спрея, то, что у него распылитель струйный. Вот куда я брызну, туда и летит струйка. Невозможно просто нанести этот спрей на волосы. Абсолютно невозможно распределить его по волосам. Чтобы распределить его по волосам, вам надо тут-тут-тут-тут-тут-тут пшикать. И он утяжеляет волосы. То есть, либо он утяжеляет волосы за счёт того, что вы его много наносите, а малого нанести, вам его смысла нет. Потому что он не разносится по волосам. Это раз. Во-вторых, я его когда нанесла, то есть, мне приходилось здесь, здесь, здесь. И он не распределяется по волосам. Откуда его стрельнули, пшикнули, там он и будет на ваших волосах. Это какое-то вообще... Это самое худшее средство из последнего за этот год, то, что я видела для волос. Я его использовала уже 4 раза. У меня осталось где-то вот так вот на донышке. И могу сказать, что это только для лёгкого расчёсывания подходит спрей. Ничего больше он не делает с вашими волосами. И из-за этого даже распылителя им пользоваться неохота. То, что осталось, я перелив в другую баночку, буду использовать с хорошим распылителем. Но этот спрей я не советую. Да, он подходит только для расчёсывания. Для расчёсывания можно взять любой спрей за 100 рублей в Ашане. И он будет лучше работать, я считаю, что с вашими волосами, нежели данный спрей. И он утяжеляет волосы. По крайней мере, мои волосы он утяжелил. Единственный момент такой, что им можно пользоваться, нанося на руку, на ладошку, распределяя по вашим волосам вот так. Но тогда смысл этого спрея. Я тогда могу любое масло взять, или любое какое-то крем-молочко для волос, и также использовать его. Смысл тогда распылителя мне непонятен. То есть, средства абсолютно, я не советую, какое-то непонятное, неработающее, только для лёгкого расчёсывания. Но для лёгкого расчёсывания можно взять побюджетнее и с лучшими какими-то свойствами. Не знаю, девочки, кто брал такой спрей, напишите мне, понравился ли вам он или нет. Может, у меня только такой распылитель? Я же не могу проверить в магазине все распылители. Но я на него возлагала просто большие надежды, а тут оказалось, что вот так он себя ведёт не очень-не очень хорошо. На этом все мои покупки, которые были в этот раз магнит-косметик, обязательно мне пишите тоже в комментариях, что вы тоже уже купили, или что-нибудь тоже, какие-нибудь новинки у вас появились в ваших магазинах, обязательно мне тоже пишите. Мне всё всегда интересно, я всё всегда замечаю и потом иду, ищу. Думаю, вот мне девчонки тоже советовали что-то присмотреть. Так что, девочки, спасибо, что были в этом видео со мной. Всем хорошего настроения, всем любви, счастья и терпения. Будьте красивы, будьте любимы. Всем пока!